В Нью-Йорке на арене Мэдисон Скверд Гарден прошел титульный бой в среднем весе. Чемпион WBO Дмитрус Андрейд сразился с Артуром Акауовым. Бой проходил по диктовку Андрейда, который контролировал ход поединка и был агрессивнее соперника. Лишь в 10 раунде Акау сумел неожиданно потряси Андрейда успешной комбинацией, но чемпион довольно быстро восстановился и вернул ход боя под свой контроль. В 12 раунде случилось достаточно странное решение со стороны рефери. Акауов не выбрасывал ответных ударов, а лишь отходил назад и оборнялся. За 30 секунд до конца после одиночного попадания, который абсолютно никаким образом не потряс Артура, рефери принял решение остановить бой, приписав Дмитрусу досрочную победу. Интересно, что по карточкам судей все шло к убедительной победе Андрейда. Тем удивительнее решение рефери. После успешной проведенной защиты Андрейд сбросил вызов Геннадию Головкину. Поставьте передо мной Головкина, и я его уничтожу. В соглавном событии шоу встретились Хорхе Линарес и Пабло Сизар Кану. На кону в поединке стоял титул WBC Silver в первом полусреднем весе. Уже в первом раунде Кану сумел удивить фаворита, трижды отправив Линареса на конвас ринга своими ударами. После третьего нокдауна рефери не сразу остановил бой, но Кану пошел на добивание, и у судей в ринге другого выбора уже не было. Главные участники предстоящего вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе филипинец Мэнни Пакяо и американец Эдрон Бронер прошли обязательную процедуру взвешивания. Так, Пакяо на весах показал 66,2 кг, Бронер 66,5 кг. Данный бой пройдет за титул обычного чемпиона мира по версии WBA Пол в среднем весе. Атлетическая комиссия штата Невада обнародовала размеры гонораров бойцов. Так, Мэнни Пакяо заработает 10 миллионов долларов, а Эдрон Бронер 2,5 миллиона долларов, плюс бонусы от продажи входных билетов и по перетрансляции. Также в андеркарте пройдут три титульных боя. Бату Джек, Маркус Браун. Бой за вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBA в полтяжелом весе. Роши Уоррен, Нордио Баали. Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в легчайшем весе. Джек Тепора, Уга Руис. Бой за временный титул чемпиона мира по версии WBA в поллегком весе. Казахстанский боксер Женебек Алимхан Улэ продолжает процесс подготовки к своему пятому поединку на профессиональном ринге. В инстаграме команды Женебека было опубликовано видео с его скоростной разминки на черной тренировке. До боя осталось две недели, гласит подпись. Журналист западного портала BoxingNews24.com Шон Джонс прокомментировал неприятные финансовые детали для Даниэла Джейкобса в поединке с Аулем Альваресом. Хорошая сделка для Дозо, учитывая, что это серьезно увеличит подписки, но очевидно не так сильно, как третий бой между Альваресом и Генадием Головкиным. Это бой, который фанаты бокса хотят увидеть. Для Джейкобса это плохо, что Канело больше не дерется на платном просмотре, потому что он бы заработал много денег. Дерись они на Пепперю. Неясно, какую сумму получил бы Джейкобс от Дозо, если бы этот бой стал Пепперю поединком. Известный менеджер Эгос Климас прокомментировал инцидент с Сергеем Ковалевым. Недавно стало известно, что Сергею Ковалеву были выдвинуты обвинения в нападении на женщину. Эгос дал комментарий по этому поводу. Все эти обвинения в сторону Сергея пахнут охотой за деньгами. Если все это было серьезно, то где все они были с июня прошлого года? Сейчас же, когда перед глазами у Сергея бой, начинается вот это поливание грязью в его сторону. Надеюсь, у Сергея будет возможность после боя в суде расставить все по своим местам. Бывший чемпион UFC в двух из своих категорий Хонор Макгрегор сделал заявление о своем возвращении. Недавно стало известно, что UFC выпускает новую серию чемпионских поясов. Хонор прокомментировал данную новость и заявил, что планирует завивать пояс. Окей, я возвращаюсь, написал Конор. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok